Прогноз погоды на этот раз оказался верным. Прогнозируемые грозы с ливнями обрушились на Сочи глубокой ночью. Уже в 4 утра трассы потопило. За три часа проливного дождя выпало 88 миллиметров осадков. В результате перебоев в электроснабжении вышли из строя канализационно-насосные станции, что привело к подтоплению железобетонного лотка на федеральной автомобильной дороге на участке Адлер-Веселое. Движение транспорта там было полностью перекрыто. Специалисты приступили к экстренному ремонту. Серьезные последствия непогоды наблюдались и в самом Адлере. Особо интересная для прохожих ситуация сложилась в районе ЖД вокзала. Там автомобили буквально тонули в гигантских лужах. Спасали авто сами водители общими усилиями. Как известно, такая проблема на этом участке возникает достаточно часто. Руководство организации ДСД Черноморья данную проблему планирует решить увеличением количества систем ливнеотводов. Также дожди сильно потопили объездную дорогу неподалеку от развязки Адлерское кольцо. Сформированные по поручению главы города мобильные бригады ситуацию мониторили ежеминутно. Коммунальные дорожные службы, МУПы, Кубанинерго работали все. Особо следили за ливневой системой канализации. Оперативность работы была налицо. На сегодняшний момент уже машины могут передвигаться спокойно по федеральным трассам, дорогам местного уровня. Соответственно, производится уборка уже оставшихся упавших веток. Соответственно, город восстановлен нормальной жизнеобеспечением. Оказались потопленными и улицы в поселке Мерный. Работали шесть насосов в штатном режиме, но немножко не справились они с объемом воды, который на сегодняшний момент поступил в течение вот этих трех часов. Но сегодня это уже восстановлено. С гражданами мы встречались. Сейчас как раз работают администрации районов на данных участках. Сейчас работают с населением, смотрят. Ну и, соответственно, уже производится откачка. Частичное подтопление хозпостроек. Ну и, соответственно, где были сильно занижены участки, да, земельные, там, у собственников. Есть небольшое подтопление, но, как бы, оно незначительное. Не обошлось и без ДТП, которые обострили и без того сложную дорожную ситуацию. В Хосинском районе помимо потопления пострадали крыши двух домов. А в районе Искры движению автомобилей мешала не только вода. На проезжей части, как стало известно позже, оказалось четыре камаза щебня. Трассу дорожники очищали с раннего утра. Сливается со строек, сверху спускается. Замечание делается, что это бесполезно. Сливается со строек щебень и забивает полностью всю дорогу, и ливневки, и все остальное. Плохая погода, по сообщению Гидромедцентра, сохранится до вечера вторника. Ожидается и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим не исключен выход из строя объектов жизнеобеспечения, обрыв проводов и, опять-таки, падение деревьев. Управление по гражданской обороне просит принять все меры необходимости и не терять бдительность. При возникновении ЧП звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Татьяна Нагорская, Инга Габешия, Демид Даниловский, Михаил Дубинин. Телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова